всем привет друзья вы на канале мягких веселый инженер сегодня мы будем проходить выбор квалитета точности назначение допуска детали это меня попросили мои подписчики сделать такое видео и с удовольствием для вас сделаю может быть разъясню может нет но обсудим комментариях и так сегодня у нас выпуске что такое квалитет и пример его обозначение обозначение на чертеже то есть мы рассмотрим как что такое квалитет где на чертеже он обозначается и вам все станет понятно почему важно правильно выбирать полите также рассмотрим с вами как назначают полите в каких случаях и какие квалитеты таблицы квалитетов что такое квалитет квалитет характеризует точность изготовления детали и определяет величину абсолютного чистового значения допуска на обрабатываемую поверхность или деталь то есть это общий допуск чтобы вы понимали то есть если есть детали допустим минусовой и плюсовой допуск то сумма вот это расстояние между допусками это является квалитет и он задается вот это вот сумма ну дальше будет более понятно более понятно будет дальше какие есть квалитеты всего существует 18 квалитетов точности которая выбирается в зависимости от изготавливаемого изделия сборочного узла также от выбора посадки зазор натяг или переходная посадка то есть зависимость от это тоже убирается квалитет поверхностей выбирается квалитет на отверстие выбирается квалитет на вал извините на вал и происходит непосредственно уже сборка с натягом зазором или по переходная посадка примеры квалитетов обозначения именно на чертежах смотрите первое идет для отверстий что-то здесь видите диаметр заказ лился ничего страшного диаметр 25 внутреннее отверстие h7 то есть отверстие обозначается большими буквами кстати следующее видео будет про таблицу допусков и посадок я переделаю как и обещал своим подписчикам видео потому что там есть небольшая неточность а то что подпишитесь на канал если вы еще не подписаны чтобы его не пропустить вот мы имеем 25 h7 то есть это 7 quality h7 по таблице допусков и посадок мы потом это все рассмотрим следующее видео допуск номинальный 0 максимальная плюс 21 то есть отверстие может быть 25 плюс 0 21 микрометр то есть это достаточно точный квалитет это для отверстий так обозначается переходим к вала диаметр тоже видите заказ лился диаметр 25 f6 маленькая потому что это вал по шестому квалитету он имеет от 0 минус 2 сотки 20 микрон будем говорить и минус 33 микрона то есть всего лишь 13 микрон допуск если здесь 21 микрон допуск от 0 до 21 то здесь между двадцатью и тридцатью по шестому квалитету всего лишь 13 микрон представьте насколько это точный вал получается у нас и уже непосредственно указывается вот так видите размер и обозначение квалитет 6 f это по таблице потом я покажу вам как выбирать это в следующее видео его для сборки для сборки то что мы имеем видите как и указывается допустим диаметр 25 h7 f6 то есть это понятно что отверстие делается по седьмому квалитету h7 с допуском 0 плюс 21 а вал делается по шестому кали полете ту f6 соответственно минус на 20 микрон минус 33 микрона а мы движемся дальше почему важно правильно выбрать квалитет вот на самом деле почему важно правильность выбора зависит первое что зависит долговечность работы изделия либо узла то есть если вы неправильно выбрали допуск если вы неправильно выбрали квалитет а то соответственно ваша узел ваша деталь не отработает свой ресурс которую она могла бы отработать благоприятных условиях даже самых благоприятных если вы неправильно задали квалитет и соответственно от этого и допуск на свое изделие стоимость детали стоимость детали как ни странно почему допустим если вы делаете примеру кочергу чтоб выгребать угли с печки то конечно не стоит на нее закладывать там 5 квалитет или шестой квалитет их вы видели да с допуском на диаметр ручки примеру 10 микрон зачем если мы просто берем да можно заложить можно заложить 10 микрон и соответственно это эту ручку нужно будет точить эту ручку нужно будет шлифовать эту ручку возможно нужно будет полировать зависимости какую точность поверхности мы укажем в плане шероховатости соответственно а можно ее просто проточить токарной обработки допустим задать по десятому квалитету или двенадцатому квалитету и оставить соответственно что будет дешевле естественно будет сразу с под токарной обработки а лучше вообще какому штамповку заложить до по шестнадцатому квалитету или пятнадцатому квалитету и это будет еще дешевле в производстве штамповал там столько стоит их самых палок металлических поэтому стоимость деталей это может быть даже на первое место надо было поставить ну это где принципиально стоимость детали очень важно если вы конструктор вы должны ориентироваться именно от стоимости плясать потому что заложить сама точно это ну кажется самое просто стоимость готовления воздо сборки то есть соответственно если вы неправильно заложили допуске посадки то есть где-то может быть очень сильный натяг который требует а непосредственно за았어요 как пресса мы запрессовка пресса это уже сами понимаетесь да это нужно дополнительное оборудование семь и допустим проектируем с нуля и надо всех процесс разм дополнительно нужно будет купить пресс если допустим мы правильно заложен допуск и там не надо допустим посадкой с такая запрессовка сильно да то может быть достаточно будет ее кувалды стукануть пару раз и чтобы она зашла плотненько да то есть это тоже влияет соображение с покупными изделиями или готовыми деталями ну это больше допустим если вы к примеру подшипник до меняется подшипник где их делать какой-то там вот ступичный подшипник примеру он покупной и вам надо допустим вы изготовили себе новую какую-то деталь на ступицу ли там были расточили ее надо очень точный размер чтобы усилия запрессовки подшипника было именно то которое нам нужно потому что если кольцо сдавить сильно то будет соответственно соответственно будет плохо работать подшипник и начнется выработка его свой ресурс просто они откатает но это так на подшипники я вам просто например мы едем дальше как назначают квалитет и вот такую табличку и сделал с квалитета в каких случаев их назначать аду 3 каллите туда применяют при изготовлении контрольных калибров эталонной детали то есть разные калибры и калибры пробки есть коли пришли целые из калибры комплексные это их изготавливают вот до 3 его колитета там-том микроны 1 25 микрон 3 микрон и б дуэ то какие-то контрольные оправки которые из для контроля изделий которые вы уже будете изделия которые будете изготавливать и на этих контрольных оправках мерить и либо этими контрольными калибрами мире соответственно не должны быть намного точнее чем ваши изделия 4 5 квалитет используются они в соединениях точных узлов станков приборов других машин от которых зависит точность их функциональные характеристики как правило в изделиях серийного единичного производства массовом они не используются потому что ну это уже такие детали слишком точно массово ну может быть часа используют уже не могу с точностью сказать у нас на производстве нет соединениях изделия массового производства назначаются сравнительно редко написано например точные шпиндельные узлы станков функциональное задение средств измерений и делительных машин то есть это допустим делительной головки на доказательных да вот там детали которые для производства изготовления таких вот точных механизмов по 4 5 квалитету это очень точные квалитеты поверьте мне 6 7 квалитет применяются функционально ответственных соединениях большинства изделий современного машиностроения с которым определяется высокие требования их эксплуатационных характеристик ну вот самое такое популярное могу сказать вам зубчатые венцы да вот по седьмому полите эту это достаточно точный зубчатый венец который проходит шлифование профиля после термообработки ну и много других деталей то есть это вы и волны которые имеют какие-то посадочные поверхности под подшипниками делать по шестому по седьмому полицию 8 9 квалитет назначая для соединений работающих при относительно невысоких средних скоростях требованиях например для опор скольжения обеспечивающих поступательное или вращательное движение средней или низкой точности ну тут ясно для функциональных рабочих соединений автор то расстроение в ответственных узлах сельскохозяйственных раз охот машин и оборудования по переработке сельхозпродуктов соединениях бытовых механических приборов и устройств то есть но это везде бытовых приборах и грубо говоря там ну это такой палитет он не сильно так сказать точные не сильно так сказать грубы поэтому он используется очень много где сельхозтехника не требует такой точность изготовления как например автобус или ревковой автомобиль поэтому там используют на такие квалитета точность назначаются для не ответственных 10 12 колитет не ответственных соединений грубой сборки в сельхозтехники или им подобных по назначению точности машин а также соединениях из штампованных деталей детали из пластмасс где-то какие-то штамповки где-то вну час китаем сейчас уже китай по нормально делать раньше китайцы за ли все штампованное все это собиралась вот это примерно по 10 12 колите из 13 18 использую для назначения допусков на свободные размеры детали а также допусков на размеры заготовых деталей на этапе их предварительной обработки то есть где-то предварительная обработка где-то какие-то размеры которые вот как вы видите иногда не указанные предельные размеры написано указаны определяются по таким вот квалитетом то есть получается что не указанные размеры ну которые вот нам не нужны да вот мы внутри что-то там делаем прессуем какой-то допустим стакан подшипника доставляется кольца вставляется прессуется подшипник вставляется потом вал а то что снаружи какие-то диаметры они в принципе нас не интересует но лишь должны какой-то допуск иметь мы же не можем сделать их такие правильно километровый поэтому тоже назначается но по таким вот другом полите там таблица квалитетов вот такая есть табличка квалитетов и можете в интернете найти где угодно вы как видите здесь указаны квалитеты для 18 и допуск то есть суммарный допуск берем размер любой размер то может быть диаметром может быть линейный размер смотрим от 6 до 10 допустим и какой квалитет 6 допустим да это 6 микрон это может быть 0 плюс 0 06 а может быть допустим может быть плюс допустим два микрона плюс 06 2 микрона допустим плюс 8 микрон то есть он будет церва разбежка 66 микро будет от нижнего предела до верхнего предела или от нулевого и до от номинального нулевого до допустим 6 микрон вот так назначаются допуска то есть может быть это один допуск а может быть это два допуска но не более 6 микрон вот этот диапазон у них будет составлять на этом сегодня мы закончим подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки пишите комментарии буду рад ответить если что-то а также следующее видео которое мы будем готовить который я уже готовлю это таблица допусков и посадок переделывать исправлять свои ошибки которые были допущены в первом видео я с вами прощаюсь пока